Беспредельная самооборона. Люди в камуфляже устроили настоящий дебош на 10-й станции фонтана. Избили местных жителей, которые выступают против застройки сквера Шклярука. Псевдопатриоты напали на съемочную группу нашего телеканала. Детали в сюжете Евгения Лысова. Горят дымовые шашки, крепкие ребята в камуфляже и с закрытыми лицами. Самооборона Одессы с канатной на повышенных тонах общается с местными жителями. Здесь уже полным ходом идет застройка сквера. Для того, чтобы угомонить людей, застройщик нанял самооборону Одессы. Псевдопатриоты ведут себя дерзко. Действительно, тут же не АТО, в котором никто из ряженных форму и не был. Ты кто? Я кто? Я ветеран АТО. Молодец. Имя, фамилия, звание, должность. Должность? Я тебе потом объясню. Зачем потом? Сейчас объясню. Ты мишенник, выдаешь себя за ветеран. Где ты был в АТО? Мои побраты, мы не знаем. Где ты был в АТО? Какая тебе разница? От слов беспредельщики переходят к делу. В ход идут дымовые шашки, металлические палки и слезоточивый газ. Один из самообороновцев направляет струю слезоточивого газа в лицо журналисту Седьмого канала Вячеславу Касиму. Досталось всем членам съемочной группы. Отравление газом получил оператор нашего канала Игорь Гвоздев. Сильно плохо? Ну, такое, я надышался тем разом. Фу. Уже раз пять, я говорю. Фу, рвет. Чуть-чуть попало тоже. Запекут. Пока нашим коллегам оказывали помощь врачи, правоохранители осматривали место происшествия и опрашивали свидетелей. А тем временем самообороновцы спокойно сели в автобус и уехали. Все, расходим. Нападение на нашу съемочную группу связано с профессиональной деятельностью. Проект журналистских расследований на Седьмом канале не раз снимал сюжеты об участии в рейдерских захватах и хозяйственных спорах. В материалах называлась сумма, за которую выполняют заказы самообороновцы с канатной. Это 10 тысяч долларов. Оценку действием псевдопатриотам дал председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Я думаю, что мы наведем порядок. Я думаю, что если человек хочет показать самоотверженность любого к стране, для этого есть фронт, для этого есть там, где реальный враг. Украинский журналист не может быть врагом. И любой, кто пытается такие вещи делать, я думаю, он не получит отпор и ответ. Потому что людям в первую очередь нужен мир. Настоящая демократия, удачная, успешная, может быть только там, где есть мир. Где есть внутренняя сплоченность. Мы можем спорить, не соглашаться, а дать сколько угодно. Но не поднимайте руки на других граждан. Это не ваше... Потому что тогда по этим рукам тоже будут бить другие. И будет бить государство. Потому что люди из-за многих вещей стали забывать, что мы строим государство, что у нас будет государство, и государство всех будет защищать. И не будет никакого произвола и вседозвольности. Это однозначно. Оценку действиям самообороны дадут правоохранители. Уже открыто несколько уголовных производств. Напомню, президент Украины Петр Порошенко жестко осудил действия подобных формирований, как самооборона Одессы.